Насколько я понимаю, смысл там во многом еще и в том, что инвестор хочет прийти и построить в том районе бассейн. Ну, я бы, знаете, тоже даже про это сейчас не говорил. На самом деле, такая смычка Ленинградского и Тутайского, она нужна многим. Посмотрите, какая облегчивая жизнь, когда в районе Альтаира мы сомкнули Тутайское и Ленинградское шоссе. Это очень важно, и людям стало удобно. И здесь, в этом месте, потому что оно хоть как-то как раз разделит. У нас есть одна смычка, значит, в районе бывшего кинотеатра «Октябрь». Улица Урицкого, да, здесь проспект Дзержинского, так и должен район развиваться. А не то, что будет этот инвестор, не будет этот инвестор, это уже вопрос второй, потому что опять, если кризис будет, то инвестора не будет, желания могут остаться. Но акцент здесь в данном случае, когда мы говорили, делаем ли мы под какого-то инвестора, или делаем мы для жителей, а приоритет для жителей. Для жителей будет удобнее, инвестор появится хорошо, отодвинутся его планы. Ну, это планы инвестора. Хотел сегодня также сказать, что сегодня приняты правила землепользования и застройки. И тоже очень важный документ, который проходил обсуждение практически больше, чем полгода. Это порядок строительства на территории города Ярославля, где параметры жилищного и прочего строительства утверждены. Сегодня тоже мы пообсуждали этот проект. Но в следующем году у нас, наверное, изменение в генеральный план. И опять, может быть, опять к правилам землепользования застройки вернемся. То есть тоже очень важный, тяжелый документ, который тоже принимался очень долго, проходил через публичное слушание. И хорошо, что сегодня точка при принятии этого документа до Нового года была поставлена. Потому что по этому документу и застройщики многие торопят к принятию, меняем зоны. Но при этом хочу сказать, что депутаты и о населении не забывают. Сегодня Светлана Анатольевна Агашина попросила в качестве рекомендации исполняющего обязанности мэра города Ярославля Александра Витальевича Нечаеву от имени жителей. У нас там идет тяжелый такой процесс. По поселку Маяковский. Да, рядом соседний участок был предоставлен застройщику, чтобы он там строил не более трех-четырех этажей. Он, проведя публичное слушание, и когда люди сказали, мы не хотим там видеть восьмиэтажки, все равно имеет право обратиться. Комиссия приняла... По правилам землепользования застройки. Да, в комиссию по правилам землепользования застройки она обратилась. Сначала была отрицательная в пользу жителей, потом комиссия немножко пересмотрела свое решение. И сейчас основное решение уже за исполняющими обязанностями мэра. Он точку ставит с учетом мнения жителей, без учета мнения жителей. Есть такая у него... Это его полномочия. Это его полномочия, согласен. Его право принять любое решение по этому вопросу. Да, ну а так как Агашина является как раз депутатом по этому округу с Саталом вместе, они из Смоленского, где Леонидович, они встречались с жителями, когда они пытались организовать митинг на Советской площади, свою поддержку. Они выполняют обязанности перед своими избирателями. И в данном случае мы муниципалитетом проголосовали рекомендовать Александру Витальевичу... Не удовлетворять заявление о том, чтобы восьмиэтажные дома там появились. Прислушаться к мнению жителей в данном случае. Тем более там в публичных случаях очень много народу было. Да, я напомню нашим зрителям, среди которых могут быть и как раз жители поселка Маяковского, что речь идет о строительстве домов, которые планирует вести известный бизнесмен Евгений Давыдович Мухин. Алексей Геннадьевич, еще про строительную тему хотелось бы поговорить. Есть у нас участок в Новоселках, достаточно большой, 32 гектара, если я не ошибаюсь. И вот долгое время шли споры о том, что делать с ним. Хотелось бы услышать, какие наработки есть, в какую сторону все-таки планируем двигаться. Потому что достаточно большой участок у нас остался от нашего муниципального предприятия. Сначала это был МУП Новоселка, насколько я помню, потом Горзеленхозстрой. И сейчас это, в общем-то, земля, которую мы планировали под строительство. И уже даже в этом году хотели получить доходы достаточно серьезные, но не получили. Что сейчас с этим? Было проведено несколько рабочих групп с участием депутатов и представителей исполнительной власти. Принято решение, чтобы не продавать его целиком. Мы попытаемся его закрепить за нашим предприятием Горстройзаказчик, который разработает этот микрорайон. И уже сама эта организация то ли будет реализовывать с помощью подрядных организаций, ну и собственными силами в том числе. Они не строят, они больше проектируют реализацию жилищного строительства на этом участке. Это позволит нам продолжать строить жилье, которое необходимо для расселения ветхого аварийного жилья. Эти куски, они однозначно будут дороже, чем продать сейчас большим лотом. Ну и позволит нашему предприятию зарабатывать, исполнять и городские нужды, и, скажем так, правильно поступить именно экономически. Да, это более длинные деньги. Мы планировали, что такой участок можно продать, я не знаю, от 300 до 500 миллионов рублей, что хорошо для бюджета. А как нам показывают экономическое обоснование, что тогда наши затраты могут составить практически миллиард рублей, что в два раза. Да, это будет за несколько лет. Но мы будем удовлетворять и нужды жителей, или города точнее, по приобретению жилья, ну и зарабатывать. Я считаю, что вот такой грамотный подход, не по-быстрому как-то вот так вот. Мы изначально с чем столкнулись? Мы, когда начали анализировать, каким имуществом обладает наше муниципальное предприятие, поняли, это нерентабельно, когда у нашего МУПа, который в долгах, такой огромный земельный участок, тогда на нем стоят теплицы, он тогда будет принимать решение, что тогда мы, может быть, строим теплицу именно магистральную, где у них тоже своих еще три гектара земли. И депутаты, такие как Ворожаковский Сергей Истаславович, сказал, что когда вот будем заниматься процессом реализации этого участка, там по частям, как горстроизаказчик, возможно, запланируем эти деньги, там тоже более 100 миллионов рублей на строительство новой теплицы, где у нас будет расти рассада, которой мы украшаем город. Потому что если покупать и у других подряд, значит, организаций потом на украшение города, то это в разы будет дороже, чем собственными силами. Ну и опять же большой коллектив стоит за таким предприятием. Алексей Геннадьевич, вот заканчивается 2014 год, вот как вообще для себя оцениваете работу муниципалитета в целом как органа, может быть, свою работу как председателя, работу всей городской власти в Ярославле? И, ну вот, какие главные, может быть, позитивные, какие главные негативные тенденции для Ярославля отметите вот в уходящем году? Ну, хочу сказать, что все-таки мы работали более дружно, чем в предыдущий год. Я имею в виду депутатов муниципалитета. У нас более тесные и партнерские, товарищеские, может быть, даже отношения с исполнительной властью. Это не говорит, что произошел какой-то сроз. Это просто нормальные человеческие отношения, которые в ежедневной работе, потому что принимают решения необходимые ежедневно, они происходят. И поэтому у нас все больше стало консолидированных решений. То есть никакого вета, которое можно накладывать на решение. Это говорит о том, что мы научились договариваться. Больно тесный контакт у нас происходит с областью. Мы пытаемся втягивать в процесс решения городских проблем областных депутатов. Уже несколько встреч с областными депутатами происходило, и уверен, что областные депутаты частично тоже сейчас идет разговор. Там практически 90 миллионов должны прийти в город из областного бюджета. Это как раз работа наших областных коллег. На какие цели, так сказать, может, приоткроть немножко заезд в стадии? Ну, если все решится, то мы планируем часть этих денег все-таки направить на благоустройство, а большую часть это на спортивные площадки, чтобы, может быть, за один год закрыть город этими спортивными площадками. Но и не это сама цель. Главное нам потом быть готовыми обслуживать эти спортивные площадки, их за кем-то закрепить, чтобы там был и свет, и кто-то чистил, и все остальное. То есть они и были, они доступны не только для школы, если это на школьном дворе, но и для жителей соседнего микрорайона. Поэтому тесная работа с правительством Ярославской области. Посмотрите, сколько у нас было пересечений, когда мы новый микрорайон Ченцы присоединяли. Очень рад, что депутаты уже более внимательно хозяйственной поездкой занимаются. Говорю, что и уникают в работу всех предприятий, независимо от их формы собственности. Поэтому год сам по себе очень динамичный, так-то по-честному. И сейчас новый закон Ярославской области об изменении выборов органов местного самоуправления. Тоже очень много вопросов у нас было. Поэтому лично для меня год интересный. Жаль, что время очень быстро идет, когда так динамично жизнь развивается. Но когда начинает что-то замедляться, уже как-то скучно. А все-таки негативные какие тенденции можете отметить? Что, на мой взгляд, не удалось? Или что плохого произошло для Ярославля, для ярославцев, для власти и для горожан? Ну, страшного, наверное, ничего не произошло, по большому счету. Город живет, город развивается. Наши коллеги, которые приезжают к нам, они отмечают, что город продолжает развиваться. И наши даже из городов-побратимов делегации отмечают, что Ярославль все равно, он, скажем так, на месте не стоит. И для меня это серьезная похвала работы всех органов. Потому что мы являемся, конечно, столицей Ярославской области, но без поддержки все-таки и правительства Ярославской области, и губернатора. То есть, наверное, мы бы таких результатов не достигли. Хотелось бы нам каждому, как любому, хотелось бы все сегодня, ну, в крайнем случае, завтра с утра. Вот, к сожалению, такого нет. Наша задача с вами на следующий год, чтобы у нас детские сады начали строиться, какие-то уже были построены те из шести, которые мы ожидаем. Наша задача, чтобы город развивался, надо какие-то решения принимать, может быть, точечные, как с улицы Красноборской. Вроде и не принимать не можем мы ее, а с другой стороны, надо пускать по ней общественный транспорт, ну, маршрутки. Непринятая дорога по ней запустить не можем. То есть, много еще вопросов, которые предстоит решать совместно и депутатскому корпусу, и исполнительной власти любого уровня. Мы очень тесно сейчас включились в контакт и пытаемся работать с нашими федеральными депутатами. Вот у нас и председатель бюджетной комиссии ездил в Москву, пытаясь выступить на Совете Федерации. Это, конечно, не получилось, но это первые попытки, чтобы у нас более тесное взаимоотношение было. Мы не стесняемся сейчас писать обращения в области, в федерацию, пытаясь их изменить законы, которые непосредственно связаны с формированием бюджета города Ярославля, потому что, чтобы большая часть налогов оставалась у нас. Поэтому интересно, интересно свою работу, если как оценивать. На самом деле, я как председатель, я так думаю, что я все-таки справляюсь. У меня был и отчет перед депутатами, то есть депутаты мне двойку не поставили, хорошо? Спасибо, Алексей Геннадьевич. Удачи вам и терпения на вашем посту. Я напомню, что гостем программы «Город» был председатель муниципалитета Ярославля Алексей Геннадьевич Малютин. Мы говорили об итогах года, о бюджете Ярославля на следующий год, который был принят сегодня, в понедельник, 15-го числа. Наша программа подходит к концу. Мне остается только попрощаться с вами. Всего вам доброго. До свидания. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин